Всем привет, с вами Аннет. Давненько меня здесь не было, ну, очень-очень-очень-очень-очень давно. И вот, наконец-то, я собралась силами снова снимать не только путешественническо-гулятельные видео, но и, наконец, вернуться к нижностям. Я же совсем не бросала это замечательное занятие, и за прошедший год прочитала энное количество книг. По прошествии Библионочи я обещала, что сделаю небольшой обзор на книги Энн Тайлер — это «Катушки синих ниток», это «Уроки дыхания» и «Случайный турист». И вот, в последнем своем отпуске я прочитала третью книгу «Случайный турист». Смотри, какой милый Вильшкорги, правда же? Вот, помимо этой книги, конечно, я прочитала и предыдущие две, но как бы к ним я отношусь так, своеобразно. «Случайный турист» я просто сейчас достаточно хорошо помню, но давайте обо всем по порядку. Энн Тайлер по праву считается одним из крупнейших англоязычных писателей современности, но в России они слышали и знают, наверное, немногие. В сравнении с другими современными американскими романистами, Тайлер, она человек совершенно не публичный, и довольно долгое время она отказывалась давать интервью и как-то общаться с журналистами, но, тем не менее, кое-что мы о ней все-таки знаем. Тайлер, она не стесняясь, рассказывает о присущей ей узости. Ну как узости? Она, по собственному предзнанию, каждую книгу начинает с установкой, что вот это обязательно будет другой, но у нее ничего не получается. Узость эта, впрочем, никак не относится к ее писательскому дарованию, а лишь к кругу тем, которые она выбирает в своих произведениях. Это в основном отношения внутрисемейные, отношения между мужьями, женами, между родителями и детьми, между сестрами и братьями. Ее персонажи – рядовые американцы, как правило, из рабочего класса, за жизнью которых она наблюдает из окон собственного балтиморского дома. Тайлер пишет о том, как функционирует брак, почему так выходит, что порой супруги видят их совместную историю совершенно по-разному. О любви родителей к детям и наоборот, о секретах и легендах, имеющихся в каждой самой обычной семье, о чувстве принадлежности и попытках к самоидентификации, о том, насколько люди определяют гены, детские воспоминания и родительские ожидания, желание вырваться из этих оков и обрести свое собственное и независимое «я». Наконец, о том, как в конечном счете центром притяжения остается дом, подобно которому нет нигде на свете. И вот я познакомилась в своем последнем отпуске с произведением госпожи Тайлер, с вполне символичным названием «Случайный турист». Это один из самых известных романов Эн Тайлер, написанный в 1985 году, и это, как всегда, семейная история о вечном конфликте мужского и женского начала, о попытках обрести себя, не вылезая из собственной скорлупы и их тщетности. Главный герой Мэйкон Лири пишет путеводителю. Он ненавидит путешествия всей душой. Его путеводители – это коллекция сведений о том, как в очередной вынужденной невыносимой поездке ощутить себя, как дома минимизировать вмешательство в твою жизнь чужого и неприятного мира. На долю Мэйкона и его жены выпала страшная трагедия, бессмысленная гибель сына-подростка. С тех пор их брак стремительно разваливается, и жена Мэйкона уходит от него. Каждый начинает жить своей жизнью, стремясь упростить обычные дни, сокращая бессмысленные телодвижения, траты, экономя силы. Но это скорее относится к самому Мэйкону Лири. Весь сюжет практически крутится вокруг него, его мысли, его действия, события. Попытки оптимизировать все вокруг приводят к несчастному случаю, после которого Мэйкон отправляется в дом, где он вырос, где он проводит и проводил время со своими братьями и сестрой. Но все не так просто. Мэйкон живет не один, а с любимой собакой своего погибшего сына. У замечательного Вельш Корги явно психологическая травма, так как маленький любимый хозяин не вернулся больше года назад. И пес проявляет свой характер, огрызаясь и защищаясь тогда, когда этого от него даже не требуется. Мэйкон пытается воспитать неугомонного питомца, обратившись к частному трассировщику собак, который является простой, веселый и неунывающий. Зовут ее Мюррил Претчетт. Она явно положила глаз на Мэйкона. Она ну никак не вписывается в привычную жизни уклад главного героя и, кажется, раздражает его. Но у Мюррил есть что-то, что не может оставить равнодушным Лире, и он продолжает поддержать общение с этой странной, чуть ли вульгарной дамочкой. Как и в первых двух прочитанных мною книгах, в «Случайном туристе» ни одна линия развития отношений, помимо истории Мэйкона, также появляется вторая параллельная история, история сестры Мэйкона, вплетающаяся в основную канву романа. Еще ярче отслеживающая, отображающая жизнь семейства Лири. Также в книге описывается детство Мэйкона и его братьев и сестры, прошедшие в основном под отпекой бабушки и деда, так как их взбаумошная мамаша, отдаленно напоминающая десерировщицу Мюррил, никак не могла усидеться на месте и постоянно появлялась где угодно, только не дома с детьми. Это печальный и смешной роман о том, как страшные и комичные шагают рука об руку, как привычки пытаются заглушить жизнь, как в обыденном таится ужас, а в неведомом надежда. Но может быть наоборот. Роман был номинирован на Пуллицеровскую премию, книга была экранизирована, и фильму досталась премия Нью-Йоркской ассоциации критиков, а актриса Джина Дэвис, сыгравшая Мюррил Притчет, получила Оскар. Фильм у нас появился под названием «Турист по неволе» в 1988 году. Хочу заметить, что если вы будете выбирать между книгой и фильмом, то в принципе вы не очень много потеряете, начав с фильма, однако книга все же больше отражает, раскрывает характер героев. В фильме вы вряд ли поймете, почему герои Лири именно такие, какие они есть. Вы вряд ли проникнетесь трогательностью взаимоотношений Мэйкона и сына Мюррил. Вы не узнаете, насколько глубок на самом деле по характеру герой начальника Мэйкона Лири. Но самое начало фильма, сцена в самолете, она дословно пишет суть деятельности главного героя и непременно заставит вас улыбнуться. Фильм легкий, душевный и заканчивается он весьма радужно, хотя в самом конце фильма есть своеобразная вилка, после которой не совсем понятно, что же выберет наш герой, привычное или необычное. Кстати, после просмотра фильма остаются совершенно не те вопросы, которые остаются после прочтения книги. Ты приходишь совершенно к иным выводам. И в воздухе повисает вопрос, сколько же это будет продолжаться, или это выбор раз и навсегда. Сложность отношений героев и одновременно простота ситуации в книгах Антеллер подкупает, конечно, жизненно, так сказать. Из прочитанных мною трех книг, самой сложной и долгой была в прочтении «Катушка синих ниток», возможно, потому что она содержала в себе сразу несколько сюжетных линий, мини-новелл или рассказов, объединяющих историю одной семьи на несколько поколений. Самой простой книгой стал роман «Уроки дыхания», описывающий размышления, воспоминания, попытки сохранить целостность семьи, порой путем обманов и недомолвок главной героини. А в «Случайном туристе» было занято наблюдать за трансформациями в нашем мейкане Лире и за расшатыванием его привычек и скостяненных взглядов. Какую из этих трех книг прочитать и читать Лире решать на самом деле вам. Но «Случайного туриста» я рекомендую прочтение для разгрузки, отдыха и для очередной попытки посмотреть со стороны на взаимоотношения людей и, возможно, сценарии, которые близки к реальности. Впереди у меня намечены к прочтению еще две книги Антайлера, которые вышли, кажется, в прошлом году. Это «Морган ускользает» и «Удочеряю Америку». Если вам интересно услышать немного об этих книгах, то просто дайте мне знать, и я очень постараюсь больше не проботать так надолго. Так что до встречи с книгой за чашкой чая. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok